так ну что тут у нас процесс пошел я уже открывал смотрел вот у нас тут пытаться галашейка и redbro ну и отличненько по цветному броверу что но то что в очередной раз я убеждаюсь что доверять можно только нашему главному поставщику у кого мы берем яйца взял я яйца значит по 20 штук галашейки и redbro у перекупа у посредника но и результат я вам скажу меня не радует значит из галашейки три неоплода и вот это все замерзшие на родной стадии то есть из получается 20 яиц в помойку 7 идет по redbro ситуация получше все вывелись и только три яйца неоплода из 20 предполагаю что яйцо галашейки и утки было мягко говоря не свежие вот так усечки у нас появились галашейки маленькие смотрите шейка голенькая моего материнское сердце этого не выдержит пусть надо им шарфов наверно да навязать шарфик да шарф маленький галашечка маленькая такая цветной бройлер правильно redbro вот сидят едят пьют да плюшка в чем балбес господи как аху какую-то клюнул уже вот такая вот птюха вот они тармахи видите не все боже мой боже мой что это за дебошь ты вас тоже сниму спокойно галашеище сумасшедшие галашеище шарфов мне навязали здесь и не холодно так что вот растут потихоньку ты очень грозный я тебе побаиваюсь даже вот наши redbro вот два месяца птицы но есть там нечего мягко говоря кто привык к бройлерам ну ничего такая себе тушка но я думаю что они кило 600 максимум потянут это в двухмесячном то возрасте на самом деле птицы очень похожи на ту же самую кученку как растет вот поэтому я не очень-то вдохновила вдохновлена redbro может быть их какой-то удивительный поразительный вкус меня там прям с ног сшибет но если честно уже склоняюсь к тому что это просто пиар-ход так скажем да цветной бройлер четыре месяца зрелое мясо не знаю жрут они как обычный бройлер только успевает отсыпать хотя корма у них дорогие вот это хорошие они у нас сидят на курение потом как мы посчитаем с вами что это получилось в выгодности и невыгодности почем должно быть это мясо чтобы вы хотя бы в ноль вышли ну чисто для себя возможно более живучие может быть еще что-то хотя все равно был был у меня цыпленок где-то но она сейчас ходит у него нога в сторону уезжает вот я не вижу ее на рассидит курочка она поменьше всех ну значит что такое бывает в общем тоже да да бывает ножка коленка уезжает у нее глашеньки та же история но не вижу я вот двухмесячную птицу сейчас которая вот действительно не знаю какая там сверхъестественная хотя может я уже просто привыкла к большим бройлерским размером как вы все детки которые видят ее ну приходят к нам приезжать люди говорят о какая страшная боже ты мой какая страшная птица мама посмотри у нее голая шея я не воспринимаю как что-то страшное как что-то особенное ну вот она ходит такая уходит вот мясная птица вот это мясная птица тут уже гадалки не ходи теленок теленок в какой-то сопливый красивый боже ты ты мой ты даже в камеру не влезаешь вот и вот маленькая девочка но это маленькая девочка тоже я думаю что уже больше десятки то всяк нами весит хотим вам показать раз показалась такая оказия что называется вот кучинский петух ему четыре месяца сегодня он у нас идет в забой и я хотела сравнить для вас его с вред бро им нет трех месяцев без десяти дней вот как вам сказать через десять дней будет три месяца то есть петух на месяц и 10 дней где-то примерно старше но это кучинский обычный породный петух породистый да или породный как правильно почему он идет у нас кстати на забой тоже потому что видите у него бородка кривая у нас несколько петухов остается для племя мы смотрим какой из них лучше для того чтобы потом это был молодой покаша но вот бородкой видите он не вышел поэтому эта птица для на мясо пойдет я запишу сколько будет весить тушка петуха кучинского юбилейного и мы посмотрим сколько четыре месяца будет весить именно петушок редбро ну и курочек там я тоже подпишу посмотрим какие по весам у нас получается плюсы и минусы вот в этой птице вот смотрите ведь сзади не занять ведь спереди вот это девчонки да вот забрался петушок стать другая да у него больше пошире грудь ноги как-то поставлены отойди девочка поставлены видите как широко петуха конечно не так у кучинского но по большому счету посмотрите он ничуть не меньше я думаю что он больше и знаете как бывает птица она как будто воздушная кажется большой иногда а весит мало вот кучинские петухи отличаются тем что они они тяжелые у них какое-то мясо прям тяжелое вот этот петух 4 месяца он очень тяжелый я уже устала его держать вот ну и сравните вот вам бройлер на индейка до галашейка и породный петух курица курица породная курица породный петух сказал индейка а да ты что да галашейка это же утка бройлер на я птица вот она и считайте породная птица вот она и другой еще момент как они самок хватает я не понимаю самцы они же должны прихватывать на шеи за клок волос где-то клопки смотри как смотрит она влюбилась тебе тоже нравится ничего что не шеи голые ли ты тебя тоже смущает а у тебя борода кривая знаешь все со своими минусами вот этот петух пошел на племя и он в свои четыре месяца может сказать сидел на диете так скажем то есть это зерновые это эти мешанки всевозможные но в ограниченном количестве и еда у него была дозирована безусловно это не постоянное стопроцентное нахождение комбикорма в кормушке и так далее то есть он грубо говоря на диете и он не набрал свой предельный вес потому что его сородичи которые были выращены на мясо они ушли от нас в три месяца это была полноценная тушка уже суповая молодого петушка вот поэтому и учтите вот то есть это совершенно далеко не предельно его размер предельный вот размер можно такую птицу три месяца получить вот такого размера и так весы по нулям взвесим нашего кучинского петушка полтора килограмма вот такая вот потрошеная тушка грудь конечно с килием ярко выраженным в общем то и мясо тут не слишком много может быть но полтора килограмма так или иначе весит этот петушок как я не складываю этот пазл не думаю как сделать не перегородки как их разделить я никак не могу найти тот момент в котором будет мир вот здесь что мы видим с вами мы видим редбро петухов вот один только жопа вверх и стоит сами знаете до хорошего этого не доводит он ползком туда перебрался дерутся они так что один вот этот вот 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 он идет сломал клюв себе даже кровь шла сейчас вроде все нормально но тем не менее и все равно мне из этих всех петухов пришлось одного петуха отсадить потому что он очень сильно дрался со всеми остальными вот равенства среди петухов нет им всего лишь три месяца сегодня и вот видите что происходит постоянные бои они не могут соответственно нормально нормально расти потому что они друг друга травмируют они друг друга шокируют они не могут ужиться никак и это просто для меня ужас какой-то три месяца как бы держать них до четырех месяцев я не знаю даже породные петухи так не нравится как вот это вот дрянь вся еще один вариант из тех же самых птиц это галашейки петухи друг друга лупят к самкам в категорически непреклонные жестокие у них началось вот ведь на шее вы можете видеть следы их дружеских объятий у этих петухов вот 4 штуки я их отсадила отдельно потому что это просто невыносимые петухи они очень жестоко обращаются с самками причем в три месяца что для меня достаточно странно потому что где обычный петух еще выпакали и не начал себя проявлять по самцовости то вот эти да просто бои без правил с девочками вот вам один из примеров это голос до сих пор не может пережить их внимание да то есть они вот таким образом раздирают шею видите и болячки и синяки и все бедная моя милая это одна из немногих галашеек галашеек 5 штук я отсадила в сетку в обычном птичнике хочу посмотреть посмотреть как они будут нести яйца и вот сережек упорвали милая моя милая здесь у меня курочки редбро не галашейки в основном одна только галашейка потому что у нее уезжает коленка и мне она не годна для несения вот здесь сколько получается 1 2 3 4 5 6 самок и оставила на них одного петуха и он умудряется терроризировать самок так курочек что мои молодых все сидят под кормушкой понимаете три месяца еще раз они одинакового возраста просто жуть какая-то совершенно неприемлемое поведение у этой птицы сейчас покажу вам еще вот агрессивная безумная тварь которая уже и кукарекает по-взрослому в свои три месяца тут и весит по ходу больше всех и очень-очень он агрессивный он всех задалбывает петухов ли куриц или ну вот я забуду что ты есть иди здесь как хочешь можешь все разбросать а сейчас покажу как сметана катается на самокате шутка как у меня живут галашейки те которых я отсадила вот их клетку посадила в отдельную чтобы их не обижали потому что мои задолбят сразу вот их тут 5 до кормушка вот сюда если что они голову могут высунуть видите здесь вырезан кусок поения там у них тоже стоит ведерко с водой с витамином я поставила чтобы немножко пережили спокойнее переезд сюда мне кажется что эта птица счастливее всех бройлеров цветных которые есть у нас хозяйстве потому что никто не терроризирует до нее достать не могут и она себе благополучненько здесь пока приживается как только они нормально все друг другом свыкнуться я их напою пьяным зерном и всех в одно помещение попробую объединить но это надо сделать днем посмотреть как они будут уживаться 21 08 сегодня начинаем убирать цветного бройлера убираем по необходимости потому что петухи очень сильно дерутся куры бежают куры из себя вообще представляет это жалкое зрелище но вот это вот курица она на лапах ползала так скажем и она и похудела и малюсенькая все на свете его смотреть как травы натрескалась сегодня с утра я посадила на траву отсаживаю на целый зуб травы себе наела но по цвету видно вот кормушки и не подпускали поэтому с голодухи похоже очень сильно постаралась это цветной бройлер два петуха самые вот этот самый дрочливый он сидел у меня отдельно в карцере потому что просто невозможно было он заклёвывал всех этот самый слабый петух которого обижали в общей группе петухов поэтому я его тоже сегодня именно вот он у нас пошел в забой это девочка тоже курочка у нее тоже но ногу ногу подтаскивала прихрамывала это галашейка вот эти три это red bro буду взвешивать и записывать в общую таблицу чтобы мы с вами подсчитали все это дело и хочу вам сравнить с бройлером обычным 40 дней раньше времени бьем птицу потому что у нас заказ и мы везем в москву индейку и к ней в комплект что называется просят люди бройлером и бьем по необходимости так скажем птичка на южной короне это позволяет сделать слава богу эти корма вот и поэтому вот так хочу посмотреть показать вам какая стать разная вы видите что у красного бройлера нет груди практически по сравнению с грудью обычного белого бройлера видите то нога длиннее до голень сама по себе значительно кель здесь хоть и не прощупывается но все равно он вот он есть до грудь меньше шея длиннее повернем спиной спина тоже я думаю будет отличаться извиняюсь крыло тут сломалась но ничего значит кстати да когда птицу бьешь раньше у нее более мягкая кость более хрупкая и более нежная кожа и она подвержена больше всем вот этим вот техническим моментом в перосъемке ломает и рвет сашка очень недоволен но ничего не сделаешь придется нашим клиентам потерпеть если не хотят курочку пораньше значит пораньше спина вы видите да тоже есть отличие окорока сами по себе бедро тоже длиннее здесь бедро короче и здесь бедро более мясное здесь все-таки больше костей крылышки тоже соответственно здесь понажористей а здесь потаще и так скажем короче красный бройлер может быть это и бройлер но уж очень он не по-бройлер ски иногда выглядит потрошение цветного бройлера примерно такое же или промежуточное так скажем между потрошением обычного бройлера и мясной или мясо яичной породы кур значит сравню буду сравнивать с кучинским или с обычным бройлером вот нечто среднее связки уже более жесткий кожа более плотно сам он более имеет все вот эти вот пленки перегородки более упругие потрошить его сложнее обычного бройлера претензий к потрохам нету жира немного в основном вокруг желудка сформирован это в три месяца птицы очень небольшая печень прямо крохотулечка по сравнению посмотрите с бройлер на с обычным бройлером как бы печень меньше потом к легким претензий нет вообще к внутренним органам претензий нет желудок более упругий более такой жесткий вот но может потому что я им иногда траву давала и иногда давала допустим кукурузу то есть у них было такое в рационе такое разнообразие небольшое я вносила на этого делать наверное все таки не требуется и не нужно у петухов вот такие семенники уже в этом-то и проблема в три месяца они уже полноценно начинает наскакивать на девочек самки не очень сильно к этому готовы они их отгоняют от кормушки получается проблема содержания особенно когда петухов больше чем кур или когда разделить это эти стада нет возможности никакой я все сделала галашей к 2 петуха redbro и курочка маленькая там все взвешиваем весы по нулям один петух redbro 2 140 курочка redbro которая на лапах ползала уже 795 смешных грамм так еще петух redbro это наверное самый такой агрессивный который был 2 270 и курочка redbro нет галашейка простите да галашейка которая схромая нога у нее уходила мы и тоже убрали кило 325 вот такой вот цветной бролер три месяца redbro да это галашейка давай сравним не упусти только будем бегать еще за ними три дня правда чисто эстетически они конечно красивейся такие ну кель явно выражен короче это как породный петух мясного на паре направления вот по строению тела вот эта птица да сейчас посмотрим то есть груди нет заражен бройлерной груди а вот у этого вот redbro у него по типу бройлерной груди нет такого явного киля вот грудка чувствуется здесь а это у нас сегодня получается три с половиной месяца им вот сами мы не пробовали клиенту отправляем сейчас забиваем четыре штуки так три с половиной месяца веса то пока все я пошел вот смотрите лапы цвет обратите внимание это redbro видите они такие светленькие а это галашейка желтая лапа сейчас если сзади меня посмотрите елена покажет лежат уже напаливание птица вот ну я говорю ничем не отличается от породного петуха скажи вот кучинку вы кучинского сюда положим будет то же самое такая же приблизительно так ну вот еще еще одна галашейка видите да и вот еще один до 2 но вот брода вот у него чуть-чуть видно ну короче курица курица да страшно сказать что это бройлер в три с половиной месяца конечно же это никакая альтернатива от слова вообще не альтернатива простому бройлеру в плане даже сроков созревания и плане я думаю что вообще мясо может быть она и вкуснее будет но опять-таки на сколько вопрос на короче две с половиной партии простого бройлера можно за это время вырастить вот если хотите могу вам показать бройлера которому тоже три с половиной месяца кстати да иди покажи иди покажи хернушку точно уже темно ну и автобус мама родная давно и не видела прячь от меня как бы это на нее покушай все время она отменяю прячь я не прячу здесь это не обалдеть дом блин темно саш темно смотри такой прелеста не видно и надо травму давай сейчас муж ее вытащим на травку я не с состояния поднять уже не моя она нападает на тебя нападет вот лейка но это лек какая десятилитровая или пяти литрами пяти я надеюсь вам видно вот она черная сейчас на темном ты ее и не видать это как раз у бройлер только бройлер тот который у нас получился скажем необычного раскраса пестрый бройлер помните мы чернушка оставляли от эксперимента помощь южной короны да и вот она так выросла девочка сразу было понятно кстати что на девочка так давай не честно как похоже приготовилась у нее был помнишь артериции на вид не знаю слабая она не ходила какое-то время все прошло ты писаешь она теперь носится будьте здрасьте и разговорчивая моя кока кошечка вот пеструшенька ну вот смотрите как я здорово вот рука как предположить сколько на килограмм она съела все помидоры все перцы в теплице она кушает траву уходит абсолютно свободно везде и очень боюсь за твой виноград когда час икс настанет они никогда она будет жить с нами до пенсии ну вот они в общем то я все сделала это один петушок галашейки и остальное все это red bro предлагаю вам петушка голова шейки взвесить отдельно это вот этот все остальные я взвешу совместно а потом в общей таблице скорее всего перепишу веса отдельно петушков здесь в основном петушки и 2 по моему курочки только самые маленькие вот вот такой у нас сегодня забой и здесь у нас с вами 5 петухов red bro и 2 курочки red bro вот такой вес давайте так сделаем 15 485 2 340 это три с половиной месяца птицы это самка наверное было курочка 2 килограмма 55 грамм и большой тоже петушок два с половиной килограмма но и в общем товарищи должна сказать что по цене они конечно же выше ощутимее выше это 400 рублей килограмм и у нас их уже не осталось в общем то осталось там две-три штуки себе и они в общем пользуются спросом посмотрим что будет дальше итак еще два цветных бройлера курочка и петушок сейчас взвесим петух три с половиной месяца 2 и 7 курица кило 490 вот такая вот цветная птичка их друзья сейчас я вам покажу кое-что это просто у вас сейчас заодно отнесем наши чернушеньки эти как их да ну что милая моя я и вот уже принесла кукурузки каша вареный с мясом и сейчас посыпем ей комби корма вот видно корона так что все чистенько да 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 ты конечно правильный выбор сделаешь то между кукурузкой и южной короны вот такая вот это вот девочка у нас как сегодня отличилась чтобы вы думали она съела сашечкин виноград так как у нас бойня в разгаре вот смотрите не тронула видите весь вроде целый ничего нигде вот это с виду вроде кисти здесь эти такие хорошие целые но если мы с вами зайдем с торца ты посмотрите она все подожрала вот она как сюда пришла так я ее здесь и нашла представляете ох бойня в разгаре забой у нас в разгаре если батька узнает будет нам с тобой приключение ну что куку ну что куку ты же знаешь что это плохо да да ты знаешь что это нельзя было дело зачем так сделала ну что значит винограда хочется знаешь как в анекдоте это к плохому когда винограда хочется что делаешь такой курицы что с тобой делать а погладить ну давай поглажу поглажу мою чернушеньку поглажу тебя ты мой хороший птицу ты моя любимая будешь видимо жить у нас до пенсии те нравится такая идея ну ладно что это такое посмотрите что сделала так вот уйти все съела ну все этот надо уносить скорее ой и эти сожрала слушай куда в тебя лезет ты как-то успела за сутки столько съесть всего хотелось и съела и так друзья вот такая у нас птичка получилось в четыре месяца вот такая в общем то конечно же достаточно крупные весомые тушки я думаю что тушки наверное вот у галашейки будет больше думаю что килограмма наверно 2 и 8 к 3 вот такая вот она внешность иногда обманчивая из-за крупности пера там пушистости но в общем вот такая птица вот так вам покажу редбро в данном случае петушок поменьше но тоже не сейчас птицы здесь наверно не дать говорить буду показывать вам нара девчонок и разговаривать дальше вот осталось у нас два петуха вопрос к вам какой у нас есть у меня есть пять галашеек у меня есть свободная вот такое вот пространство никем не занятая пока здесь надо все почистить и убрать и как вы думаете есть смысл мне галашеек с петушком галашеистым вот этим запустить сюда я даже боюсь за девчонок в связи с их прошлым опытом общения с этим петухом но по факту может быть получилось бы от них получить потомство сразу вам говорю что это ложь и провокация поэтому в общем это не причина к действию и не позыв никакой просто у меня есть полное ощущение что в данном случае этот бройлер это порода а не бройлер потому что уж больно они по породистому растут и по породистому себя ведут вот но девочки я хочу в любом случае просто оставить на яйцо посмотреть как они несутся может быть к нему петушка 1 я не обеднею наверное кормя его сверх вот так пойдем там поговорим а то этот малыш нам не даст с вами пообщаться какие выводы у меня по этой птицы значит первое что мне очень понравилось что мне не нужно содержать материнское стадо или покупать дорогое яйцо где-то допустим в генофонде в том же мясной птицы там цена гораздо дороже на яйцо вот мне нужно просто купить импортное яйцо этой птицы цветного бройлера и значит инкубировать его и получить отличный вариант для разведения знаете не бывает плохой птицы бывают плохие условия если нет у меня условий для содержания бройлера эта птица я считаю что идеально подошла бы почему потому что прекрасно уживается с породной птицей они активные быстрые шустрые это не бройлерная размазня которые заклюют она не заметит пол попы когда отъела повернулась а хвоста нет это такая она ловкая достаточно у нее хороший аппетит вот но она прекрасно будет кушать и зерно как вы видите да сейчас это ячменина в данном случае вот она очень шустрая быстрая активная не дает себя в обиду мне очень понравилось я ее ввела вообще без происшествий в уже старую стоявшуюся семейку породиной птицы и она растет хорошо конечно же она лучше кучинок растет ну потому что кучинка все-таки мясо яичное это не мясная порода птицы но тем не менее в четыре месяца можно получить тушку мальчиков я думаю что два с половиной к трем килограммам девчонки вот такие я думаю что они по два килограмма 2 100 может до 200 но девочки тоже ведь они немножко разные бывают по крупнее помельче как всегда все жду от них яйцо сейчас им четыре месяца в четыре с половиной где-то я думаю что они должны занестись к пяти вот потому что моя чернушка уже снесла свое первое яйцо четыре с половиной месяца и было бройлер я вот предполагаю что здесь может та же история повториться но точнее я надеюсь вот петух может удовольствие мы бы и пообежал только догнать не всегда успевает потому что они ловкие девки что мне еще в них понравилось они имеют какой-то промежуточный статус для меня то есть у них гораздо больше мяса чем породные птицы на тушке но они конечно не такие объемные как бройлеры ты орать пришел иди уже вот не такие объемные как бройлеры поэтому вот смотрите рядом стоит с ними стоят кучинки вот эта молодочка кучинская есть шесть месяцев вот которая пошла 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 а которая с ними ест я думаю что она годичная где-то курочка но они в принципе полгода годичные уже перестает особо прибавлять тоже достаточно достаточно кругляшки такие мои вот что еще по этой птице можно сказать не знаю как зимует пока но кажется что мне что проблем с ней не должно быть хороший иммунитет никого мы не потеряли в нормальном возрасте уже да то есть потери были по первой неделе и потом первую же неделю стали разъезжаться иди отсюда стали разъезжаться лапы и по этой причине значит мы несколько птиц у нас было недоросликов и мы их так скажем убрали раньше гораздо вот такая вот ситуация у нас по этой птице выводы финансовые мы бы делали позже а на данный момент хочу сказать что спрос на эту птицу есть и те кто и попробовали готовы ее покупать но в районе на 100 рублей дороже килограмм чем обычный бройлер то есть она хорошо себя прекрасно показывает по вкусовым качествам и в общем не такая жесткая как породная птица но и очень вкусная в плане бульонов и всего остального мясо плотная вот такая вот ситуация короче делайте выводы сами я наверное попробую еще раз опыт с цветным бройлером может быть это будет не галашейка и не редбро еще что-то но в общем то эта птица имеет право на существование и даже очень хорошо может у вас в хозяйстве прижиться поэтому с нашей стороны главное донести до вас правдивую честную информацию и по возможности подробно поэтому извините за долгое видео и всего доброго здоровья вам и ваши птицы